Как функционирует экономика Республики? 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 По поводу адресности гуманитарной помощи в принципе ситуация понятна. Какие еще есть проблемы со сбором и доставкой гуманитарной помощи из Югры? Спасибо. Смотрите, проблема доставки до границы с Россией и Донецкой Народной Республики, я понимаю, у вас должно складываться. Проблема в таможенном оформлении тех грузов, которые идут и от вас, и с других территорий России. Для выборов произойдет окончательная легализация наших органов власти. И мы сможем с Российской Федерацией решить технически этот вопрос. Потому что действительно огромное количество получателей, кроме официальных структур, есть. То есть это чисто структуры военные. Кто-то работает с конкретным детским домом или больницей, или дом престарелых или еще что-то. То есть они не хотят работать через, или не доверяют, или могут так работать и так далее. И поэтому Российская Федерация воспринимает любые грузы с точки зрения вот такой. То есть я думаю, что легализация органов власти нашей, она приведет к тому, что будет заход на министерство, вот конкретно то, которое распределяет государственная администрация, что он будет облегчен. Русская радио Сургут, Екатерина меня зовут. Часто очень в Сургуте общаемся с украинскими беженцами. Многие из них выражают желание вернуться назад на родину. Но естественно людей беспокоит ситуация в ДНР. Скажите, есть ли у вас у правительства четкий план по восстановлению ДНР и что вы можете посоветовать людям, которые хотят вернуться на родину? Ну еще раз хочу сказать. То есть мы сейчас спешим с легализацией органов власти, чтобы попытаться с Российской Федерацией и вообще в диалоге, в общем диалоге, там в трех-четырех-пятистороннем, неважно каком. То есть мы должны вернуть в рабочее состояние те цепочки машиностроительные, которые работали. То есть участие в тендерах, в российских и так далее. То есть у нас здесь не секрет, что нас в основном кормят машиностроение, частично сельское хозяйство, это все рынки Российской Федерации. На сегодняшний день в связи с войной и другими административным коллапсом эти цепочки разорваны. То есть сейчас эти цепочки восстанавливаются, но не чохом там все предприятия, а точечно. То есть берется какая-то конкретная проблема, и мы пытаемся ее решать, и у нас уже есть эти примеры положительные по решению. Сейчас там по истимулу, это наш металлургический меч, ваш завод, который возможно вот-вот будет запущен. То есть по схеме поставки металлолома с Российской Федерации, возврата металла, например, на территорию Российской Федерации. Вот такая вот схема сейчас запускается, чтобы вот обойти те рогатки, которые на сегодня там есть. Ну и так далее. То есть каждый конкретный случай мы пытаемся решать отдельно. То есть на самом деле вопрос безопасности очень часто уже на большей территории не стоит, вопрос стоит именно обеспечением людей работы. И сейчас брошены все силы именно на решение всего этого. Но и запускаются на самом деле сейчас котельные, ремонтируется очень много электрических сетей. То есть я думаю, что именно вот вопросы жизнеобеспечения, они постепенно налаживаются. Ну и конечно цепочки, как Андрей говорил, технологические от сырья через энергетику до машиностроения, металлургии. Конечно мы это все знаем, все это понимаем. Вот и такая цепочка выстраивается. Цепочка восстановления промышленности, как вы с этого в общем-то начали. Мы это знаем. У нас, хочу сказать, что с углем более или менее, понятно в Донбассе с углем более или менее нормально все. У нас хватает сырья для нашей энергетической отрасли, для электроэнергетической отрасли. Конечно не всегда хватает оборудования, которое в большей степени из России предоставлялось всегда сюда. Но вот тут у нас порядок. А если есть энергетическое сырье, есть электроэнергетика, вот то наладится остальные производства, ну и дальнейшие переделы, которые связаны с производством процесса. Решите мне тогда добавить, я чуть хочу в другом аспекте. Всегда русский человек, русский народ славился тем, что в трудные времена он мог сплотиться и все эти незгоды, которые были, победить. Ну, наверное, можно предложить тем людям, которые отсюда выехали, чтобы они частично кому есть где жить, потому что да, есть очень большое разрушенное количество жилого фонда, но у многих, которые есть жилой фонд, остался его. Пусть возвращается и вместе будем поднимать свою страну, как это было не раз в нашей истории. Потому что там сидеть, ждать, когда за тебя кто-то что-то сделать, ну тоже, считаю, как-то, ну может, наверное, чуть-чуть некрасиво. Ну это мое видение. У нас может возникнуть в скором времени нехватка вот именно рабочих кадров. Да, это тоже есть, потому что все правильно, процесс сам идет, процесс сам идет. О том, что экономику по любому будут поднимать, без этого никуда. Надеяться на какого-то дядю, что-то тебе будет помогать нельзя, только нужно надеяться на себя. Поэтому рабочие руки, ну нужно будет, именно рабочие руки специалистов. Часть рабочих рук сейчас ушли в армию, защищают республику. Часть уехала в Россию. Вот здесь остались только, скажем, старшего возраста там, ну так, и молодежь, которая не совсем имеет производство. Поэтому средний возраст. Возвращайтесь как можно быстрее, приступайте к мирному строительству. Ренат Сабиров, телекомпания Нефтьюганского района. Но люди все равно уезжают. Какие проблемы существуют тем, кто хочет переехать жить в Россию? Проблему переехать и жить в России, больших проблем, наверное, не существует. А кто будет здесь потом жить и восстанавливать наше хозяйство? Конечно, на какой-то период могут выехать. Но я знаю, что приезжая в Россию, нашим беженцам приходится подписывать договора о статус беженцев. Статус беженцев предполагает некоторое количество времени пребывать на территории, которым статус беженцев предоставило. А восстанавливать надо уже завтра и послезавтра. Тут есть проблема. Хотя, конечно, спасибо России за статус беженцев. Но возвращаться, возможно, нужно будет быстрее. На самом деле, там действительно огромное количество проблем у беженцев. Закон российский не рассчитан на такое массовое количество беженцев, поэтому, например, не регистрируют близлежащие Краснодар или Ростов, потому что беженцев слишком много у них зарегистрировано. То есть, закон российский не очень приспособлен для вот такого массового количества. Там много накладок, много проблем и там много неудобств. То есть, на самом деле, этот закон неправильно реагирует на вот такое количество беженцев. Поэтому там очень много сейчас решается в рабочем порядке, решается с помощью волонтеров, решается с помощью благодотворительных организаций и так далее. Потому что, ну, государственный аппарат, то есть, и закон, которым он руководствуется, он не... Ну, грубо говоря, регион там получает десять беженцев за год, и они знают, что с ними делать. И если он получает там восемьдесят тысяч, то вот машина дает сбой. Поэтому, насколько я знаю, там есть ручное сейчас распределение какое-то определенное. Там людей же в основном расселяли сейчас в лагеря летние, сейчас там уже идет зима, временное получение беженства там на год, например, да. То есть, она тоже накладывает такие, там, знают документы, еще что-то. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, что, возможно, будет принята или какая-то расшифровка, или дополнительный закон. То есть, нам, по крайней мере, об этом говорили и обещали, что, возможно, будет какая-то доработка. То есть, сам закон, которым руководствуется сегодня Российская Федерация и плюс эта Федерация, то есть, получается, что каждый, ну, регионы, которые находятся близ нас, они оказались, как бы, пострадавшими. Закон есть, но обеспечить они его не могут, там, финансово или еще из-за каких-то причин. Поэтому в рабочем порядке сейчас решается целая куча вопросов. Закон оказался не совсем, ну, получилось, что много решается через волонтерские организации, через добровольские всякие, добровольские всякие структуры и так далее. И государству, возможно, будут приняты какие-то поправки. То есть, я, по крайней мере, слышал и разговаривал на эту тему. Антон Степыгин, информационно-агентство Ра.ру. Вот официально Россия, в силу понятных причин, не может, скажем так, оказать военную поддержку в этом конфликте, который сейчас происходит. Какую помощь вы ждете от России, помимо гуманитарной помощи и нашего участия в информационной войне? Спасибо. Добровольцы, на самом деле, огромное количество российских добровольцев у нас, причем с первых дней. И, на самом деле, помощи очень много. То есть, мы, как часть русского мира, и русские люди всегда готовы были прийти друг к другу на помощь. То есть, российское гражданское общество, на самом деле, просто вал массово. И интернет, и пропаганда, и просто озвучивание. На самом деле, помощи огромное количество сейчас не государственной. И государственная, конечно, тем не менее, и моральная озвучка, и участие в переговорном процессе, то, что сейчас, например, делает Владимир Владимирович и так далее. То есть, это все неоценимое. Ну, и на самом деле, для нас, как бы, в 21 веке было хорошим удивлением то количество людей, которые приехали к нам добровольно. То есть, люди приезжали работать в медицине. Сейчас тысячи, на самом деле, добровольцев есть в рядах ополчения. То есть, это люди, которые приехали с территории России добровольно помочь нам отстоять нашу свободу. Основная масса, это они волонтеры, давайте говорить честно. Да. Это же не только армия, правильно вы сказали. Потому что очень много людей задействованы были в медицине, в помощи пожилым людям. Там, где они нужны, там они и есть. Какая помощь еще от вас? Ну, самое первое, конечно, это моральная поддержка. Вторая поддержка, ваше государство, она оказывает политическое влияние на мировое сообщество. Чтобы как-то все-таки нас начинали, ну, дипломатическими путями, разными путями, да. О том, чтобы все-таки нас признали людей, а не какое-то сообщество, непонятно кого, как рисует украинская СМИ. И это показывает везде. Вот это самая главная помощь, которая могла бы быть. Я еще добавлю, вот смотрите, конечно, нам нужна поддержка на уровне признания нас как независимого государства. Ну, вот уже говорили, что проведем выборы, может быть, у нас есть надежда, что этот процесс делится с места. Еще один вариант, конечно, это межрегиональные связи. У нас существовали связи с Ростовской областью, с Воронежской областью, но сегодня надо смотреть шире. Межрегиональные связи мы можем налаживать между нами без дипломатического признания, да. Вот Донецкая Народная Республика как регион, Луганская Народная Республика вполне могли бы установить и с Кантинансийским автономным округом, и с Тюменской областью. Все-таки там огромное количество больших наших жителей. Поэтому вот межрегиональные связи на официальном уровне нам бы, наверное, способствовали более тесному единству и координации наших действий на взаимопередной основе. Это облегчило для всех, для нас и для них. То есть это официальные должны быть связи, не общественные, а официальные. Вот смотрите, Украина рядом с вами, там объявлена мобилизация. А будете ли вы это делать? Скажите, пожалуйста. Ну, наверное, это мне проще ответить. На данный момент все-таки мы ополчение. По-другому мы не можем называться, да. Но ополчение может иметь какие-то свои боевые части. По поводу мобилизации. Ну, давайте говорить честно. Люди, которые пришли в это ополчение, они пришли по своему зову сердца. А те, которые не хотят этого делать, ну, силой заставить, ну, смысла нет. Здесь должны быть люди, которые понимают, для чего они здесь находятся. Может, те, которые сейчас не пришли, со временем это поймут и сами изъявят желание влиться в эти ряды. Но в планах мобилизации, насильной мобилизации, как это сделано на Украине, таких планов нет. Тут люди из правительства могут это подтвердить. Военные даже не просят их об этом. А какая мобилизация? У нас 30 тысяч шахтеров безработных. Я могу добавить. И они знают, почему они безработные. Потому что им... Нет, тут речь нашла чисто о военной. Я могу добавить. На самом деле, тут разделение техническое ополчение. На самом деле, это человек, который не принял присягу и который защищает свой дом. Очень недалеко от своего дома. Имеется в виду, что постепенно мы пришли к тому, что, во-первых, большая часть ополчения уже приняла присягу. То есть, эти люди являются уже, фактически, военнослужащими. Идет постепенное разделение народа войск. Это тоже признак уже регулярной армии, не ополчения. Вот. И большая часть, скажем так, подразделений воюет не там, где живут. То есть, думаю говоря, донецкие где-то могут стоять там под Новоазорском или под Тевино воевать там, а не в Донецке. То есть, в чем ополчение? Это ополчение, это большая часть вот такая вот любительская штука. У нас, когда только в Донецку поступили, то есть шахтеры приходили с предложением вот при мне, да. Что мы там день стоим на блокпостах, стреляем, день там работаем в шахте, день дома отдыхаем. Вот это вот классическое ополчение. Структура выстраивается, мы даже закон о вооруженных силах принимали, в общем-то. Да, ну это просто процесс идет. Поэтому мы не можем сказать, что на данный момент у нас армия. Это просто процесс. Когда мы проведем выборы, официальные органы власти уже демократическим путем будут установлены, тогда мы будем говорить уже о регулярном. Да, поэтому надо будем объяснить, почему выборы проводятся 2-го числа и для чего это делается. Потому что многие может это еще не понимать. Тут тоже нужно об этом говорить. Да, тогда это выстроятся настоящие государственные структуры, проведенные в власти путем стандартных демократических процессов, ну как во всем государстве. И в любом государстве. И от этого отступиться уже нельзя будет. Это будет основа для создания государства, в том числе и армейских структурированных объединений. Это один из органов, который должен поддерживать власть в том виде, как она существует. Без этого нельзя. Как же можно туда? Конечно. Конечно. Ренат Сабиров, телекомпания Нефтьюганского района. С добровольцами из России понятно, они есть у вас. Что вы скажете о добровольцах из других стран и о легионерах в армии со стороны Киева? Имеются ли такие у них? Со стороны Киева это выглядит так. У них есть Нацгвардия. Нацгвардия, она якобы подчиняется МВД. На самом деле они подчиняются никому. Финансируются Коломойским в основном. Но уже сейчас многие перешли на самофинансирование на подножный корм. То есть это ограбление населения, взятие в заложники под выкуп и так далее и тому подобное. В этих подразделениях 25-30% даже АБСЕ это подтверждает. Это людей, которые там зарегистрированы. Остальные 70% это вольные стрелки. То есть мы сталкивались с тем, что человек где-то у себя на страничке, на европейской, на шведской, вылаживает свои фотографии и здесь. Это профессиональный охотник. Просто ему жаль денег, ехать 50 тысяч долларов отдавать, чтобы застрелить тигра. Он приехал стрелять нас со снайперской винтовкой. То есть на самом деле вот таких вот вольных стрелков, плюс фашистующих молочиков из Европы достаточно у них. У нас присутствуют тоже, но в основном это леваки, европейские леваки. Количество их не очень большое. Есть даже еврейские фактически, потому что Украина все больше коричневее, то есть скатывается в антисемитизм. И есть понимание у украинских евреев, что надо с ним бороться. Как вообще идет процесс объединения воинских подразделений? Такой достаточно серьезный вопрос. Как вообще боевой дух в армии? И если это возможно ответить на вопрос, что на сегодняшний день с аэропортом? Давайте по порядку. Давайте. Процесс, изначально который был спланирован, он фактически подходит своему завершению. Это, как мы говорим, единое начало. Все вопросы, которые стояли на поверхности, они решены. Можно сказать, что в конце недели этот вопрос полностью будет закрыт. По поводу боевого духа. Ну, Эдуард, вы такой же русский, как и я, да? У русского дух, он в крови, наверное. В генах у нас заложены. Особенно, когда нам кто-то урожает. Поэтому восприятие того, что происходит в армии, оно как было, так и остается. Люди прониклись этим. Люди не хотят жить той жизнью, которая была. Особенно после того, когда они видели, что такое смерть. И когда погибали не просто их сослуживцы, а гражданские. У нас очень много погибло здесь гражданских. А это откладывает определенный отпечаток на дальнейшую жизнь. Поэтому люди только за победу до конца. Если мы говорим об армии. По поводу аэропорта. Здесь озвучилось о том, что Андрей говорил. Что фактически порядка 75-80% территории соприкосновения украинской армии с нашей армией. Как вы хотите, если слышите армию. Пусть назовем армией. Но самая горячая точка. Их фактически три. Это южное направление. Западное это аэропорт. И с севера, это там граница с Луганской областью, возле Дебальцево, Никишино. Луганск, аэропорт на данный момент полностью под нашим контролем. Все строения, можно как сказать, оставшиеся строения этого аэропорта мы контролируем. Но каждый день они пытаются войти в него и пытаются отбить его от нас. Вот боевое столкновение происходит именно в аэропорту. И вот количество погибших военнослужащих, и мирных в том числе, которые недалеко проживают от этого места, происходит именно от этого аэропорта. Поэтому самая большая сейчас цель номер один, как дальше можно их отодвинуть от границ города. Что украинская власть не хочет этого делать вообще. Даже в переговорных процессах она пытается всячески сделать припоны, чтобы точки соприкосновения двух подразделений находились как можно ближе к городу. Вот в этом большая проблема. Спасибо большое. Огромное спасибо представителям средств массовой информации. Девять средств массовой информации откликнулись на участие в данной пресс-конференции. То есть вопрос Донецкой Народной Республики волнует, волнует жителей Югры, волнует представителей средств массовой информации. Надеюсь на скорую встречу. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok